Всем привет! С вами Алик Алабудвин и мы проходим сейчас специальный мануальный массаж, который сразу с воздействием на кости и связки. Это мы делали локтевые техники, когда раздвигали грудно-поясничную область, грудную область, реберно-поперечные сочленения. Это был сет номер 5. Вот он разложен по элементам. И у нас правило такое, где мы закончили, вот мы продавили, да, закончили здесь. Там мы продолжаем следующую зону, переходим к величей лопаточной зоне. Эта лука начинает трапецию ценить вверх, а эта догоняет ее. И растираем теперь трапецию уже более жестко кулаком. Вот по всей ее длине. Раз, два, три примерно у нас получилась зона приложения усилий. Шестеренками растерли лопатку. Все наши методы, которые мы делали уже. Еще раз приподняли ее, потрясли. И пока одна рука поднимает и массирует плечо, вторая кладет руку на спину. И мы ныряем вот сюда. Дело в том, что если лопатка не поднимается у человека, да, прижата к столу, это значит, что у него укорочена малая грудная мышца и передняя дельта. Передняя дельта вот тут крепится, да, а малая грудная вот тут крепится. Вот она вот так вот идет. Вот она до руки идет, вот отсюда. Поэтому мы их особенно уделяем им внимание проработаем здесь. И, как правило, человеку жалуется, что больно. Они вот этих местах больно спрашивают. Больно, не больно. Вот место крепления. Тебе нормально, да? Место крепления этих мышц вокруг кальмарного отростка отрабатываем. И малую грудную вот растягиваем на вытяжение, промассировали ее. Видите, как получается? Человек лежит на спине, а мы массируем ее спереди практически, да? Далее, вот эта рука у нас ложится на крестец по диагонали, да? И практически у нас половина корпуса отдыхает. Вот мы просто этим корпусом отдыхаем, работаем одной рукой. А эта рука управляет локтем. Надо нам поднять его, да? Вот растерли дополнительно переднюю дельту, да? Верхнюю дельту и верхнюю трапецию растерли. Надо нам открыть лопатку. Мы ближе подвигаем локоть к корпусу, да? И опускаем вниз. Вот видите, лопатка задвинулась. Растерли под лопаткой. Быстро уже локально растираем трапециевидную мышцу. Она вот идет отсюда и вот отсюда, да? То есть под всеми углами мы ее растерли. Размяли запястье и сразу переходим к локтям. Также делаем циферблат часов наушных. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Дополнительно упираясь все время на поперечную вот эту вот грядку такую, да? Отодвигаем лопатку. И, видите, управляю. Вот я подхожу к лопатке, чтобы она больше открылась. Я вот локоть вниз. Раз. Видите, двигается лопатка. Отодвигаем ее. Стараемся достать до подлопаточной мышцы. Вот туда прямо, да? Потом, вот когда доходим до трапеции, мы ее тоже на растяжение взяли, растянули, промяли. Сократили, растянули, промяли, сократили туда-сюда во несколько раз. Взяли за плечо. И вот такой за камерный отросток, за локоток. И вот у нас такое вращение топорика. Видите, как вот топорик. Мы его покрутили в эту сторону, в эту сторону. Восьмерки такие. Сам сустав, во-первых, с большим пальцем и на него. Так, вправили плечо. А в той стороне указательным пальцем. И вниз. Вправили. Теперь потянули сами лопатку за уголок. Сюда. Это мы растягиваем зубчатые мышцы вот отсюда, да? И подлопаточную мышцу. И сюда. Это мы тянем ромбовидную мышцу и верхнюю дельту. И еще элеватор скапывается, мышцу поднимающую лопатку. Вот мы вытягиваем туда. И так делаем несколько раз. Туда-сюда. Туда-сюда. Где рука осталась, там мы делаем следующее движение. Трапецию размяли и переходим к точкам. Ну, еще вот можно. Вот так вот. Размяйте, да? Видите, с вращением кулаком. Точки прожимаются перпендикулярно в тело. Первая триггерная точка, это где вот крепится, включится к аккорбинальной матроске. Вот тут ямочка, да? Сантиметр буквально наступаем и вот тут продавливаем. Ну, любым пальцем, каким вам удобнее. Большой палец сильнее, да? Так что лучше сильным. Пальцем прям в него. У нас. Потом на этом отрезке по центру, как правило, бывает комок такой мышечный. Ну, все, кстати, размякните нормально. Вот сюда прям по центру. И предупреждаем, чтобы человек потерпел. Иначе прям закричит. Уголок лопатки, где крепится мышца, поднимаешь лопатку. Под углом уже туда, да? И примерно вот четыре точки, где идут мышцы, потому что дальше... Вот тут же, видите, мышц нету. Вот здесь их продавливаем. Раз, два, три, четыре. Техника ша-цю. То есть мы как бы ввинчиваемся в точку, вывинчиваемся. Достаточно по три секунды, две-три секунды на каждую точку. Если не получается увинчиваться, то хотя бы продрожить вот так, с дружью. Дальше точек нету, мы просто под лопатку продавливаем. И лопатку как бы одеваем на свой палец. Вот так вот. Теперь растираем всю трапецию кулаком. Волокна идут вот так вот. Я вам даже сейчас их нарисую. А нижнюю точку забыл. Вот это что ли? Ну, можно эти точки, да. Значит, давайте в точке я сейчас то, что нарисую. Так, вот так идут волокна трапеции. Здесь указыленный ромб. Вот так идет ромбовидная мышца. И трапеция сверху вот так опускается вот сюда, от шеи. Вот, соответственно, идем вдоль волокон. Точки такие прожимаем. Значит, получается уголок лопатки. Вот отсюда. Серединка. Вот отсюда. И начало крепления мышцы вот отсюда. Потом здесь получается. Раз. Два. Три. Четыре. Точка вот снизу у уголка лопатки. И две точки идут по круглой мышцы. Вот между задней дельтой и круглой мышцей. Вот тут вот точка. О. Попал, да? Да. Вот туда. И вторая большая круглая мышца. Вот между ними тоже точка прям на уголке лопатки. Тоже есть, да? Вот эти точки можно продавить. Так, зафиксировали? Можно сфотографировать, если хотите. Нажми там фото просто. А просто на экран нажми, и у нас фотографируется. Есть? Да. Вот. И, соответственно, О, сейчас отрезается рисунок. А, вот фото. Вот. И, соответственно, вот мы по этим волокнам идем вдоль волокон. Растесаемся вибрацией. Кулаком? Кулаком. Костяшками кулака. Ой. И, соответственно, сверху. Точки можно там дополнительно продавить. Простимулировать. Опускаем руку и круглые мышцы теперь. Возьминаем круглые мышцы. Шестеренкой, да? И уводим лимфу всю подмышку. Вот мы как бы уже закончились этой зоной. Создалась гиперемия. Уводим все вниз-вниз. Кровь вводим, да? В паховую зону, в подмышечную, в подключичную. И вот у нас ребра растут вот так вот вниз. И вот туда заворачивают, да? Расстрясаем между ребрами расстояние. Там тоже есть мышцы. Ребра примерно толщиной с палец. И расстояние между ними тоже толщиной с палец. То есть, как бы, прям в них входим и растрясаем. Вот, и переходим к простукиванию. Начинаем с мягких тканей. Случать можно расслабимым кулочком таким вот. Такое хлесткое движение такое получается. Жестким кулаком. Да? Ну, ребром ладони, трещоткой. Вот такой шлёпать открыт ладонью. Ладонью типа лодочки такой, вакуумный такой. Хлопок. И, соответственно, чтобы его не пугать, да? Начинаем с мягких тканей. Нельзя стучать по осистым отросткам. По костям, по кончикам костей, да? Немножко больно, но зато вот по крестцу можно. По тазу можно, по ягодицам можно. Плавающие ребра пропускаем. Вот нас интересует, прежде всего, этот гребень вот этот вот. Где ребра стыкуются с боковыми и поперечными отростками. Их повиваем. Вверх трапеция, переливаем плечо и лопатку. Вот это всё можно постучать. Это был жесткий кулак, теперь открытый кулак. А теперь ребрами ладонью. Почки, видите, пропускаю. Промахиваю с вами мимо них. Трещотка вот этой. Пошли, тут можно. Открыть ладонью. Открыть ладонью бывает болезненно, да? Такой шлепок, поэтому ещё его так с протяжкой делаем. Раз, чтобы боль сразу ушла. Сейчас с такой взяли мышцы, да, и провибридживали её. И простухиваем такие с антикомпрессией. Одна рука в таз, другая в ребра. То есть начинают с десятого ребра. В длину как бы мы его вытягиваем. И это всё мы делали для того, чтобы теперь перейти к мануальной правке. Берём, ныряем под руку. Если человек держит свою руку, да, предлагаю ему расслабиться. Расслабь, он просто висит. За плечо берём, да, голову в мою сторону поворачивай. И тут вот упираемся в первое ребро. Локтём прям. Раз и раз. А это рука рычаг делает. Фух, с выдохом. Пониже. Фух. Ещё ниже. Это все по лопатке сейчас было, да. По лопатке спускаюсь вниз. И эта рука тоже у меня, видите, выше, выше, выше. И вот уже держит под локоток. Теперь свою руку под другой локоть поставил. У нас получился вот такой. Выдох. Выдох. Всё. Примерно до восьмого десятого ребра доходим, да, ниже не идём. То есть вот у нас, получается, усилили мы. Тут просто локтём давили, да. А тут мы немножко усилили за счёт того, что два локтёра. Вот такой толщок делали. Всё, человек ухает, вздыхает, и мы его успокаиваем. Переходим к следующей зоне, либо к шейно-оборотниковой зоне. Ну, а в этом будет в следующем сете. С вами был Олег Аллавгудвин. До новых встреч. Держитесь меня. Подписывайтесь на меня. Я вам дам ещё много интересных приёмщиков. До новых встреч, дорогие друзья. Тыщи, тыщи.